Всем привет! Меня зовут Легозов Александр. Я являюсь мастером спорта России. Сегодня мы с вами рассмотрим бросок-отхват. Для выполнения отхвата вам необходимо сделать следующее движение. Первое. Вы должны выполнить подшагивание к партнеру одновременно с тягой рукой к себе. Вы должны плотно прижать его голову и руку к своей груди. Далее, махом прямой ноги, вы выбиваете его ногу. Захват мы берем на уровне локтя. Большой палец вкладываем ему в локоть, забираем захват и палец спускаем вниз, для того, чтобы натянуть ему кимоно. Получается, что у меня здесь очень плотный захват. Правой рукой я забираю либо ворот, заправляя один палец внутрь и остальными прихватывая, либо забираю спину всеми пальцами. Обязательное условие при работе с верхним захватом – это ваш локоть. Он должен обязательно смотреть вниз и упираться в партнера для контроля дистанции. Как и все движения, любой бросок начинается с подшагивания. Подшагивание вы должны сделать к нему, поставить ногу плюс-минус на одну линию с его ногами и немножечко развернуть пальцы в сторону от партнера. Тяга рук происходит одновременно вместе с подшагиванием. Не должно быть этого рассинхрона, то есть у вас сначала шагнула нога или потянули руки. Все сразу вместе. Левая рука тянется своему плечу, правая рука подтягивает голову. Тем самым я вывожу партнера из равновесия, он у меня остается на одной ноге. После того, как мы вывели партнера из равновесия, я выношу свою рабочую ногу вперед и дальше махом прямой ноги в его бедро и под колено я вымываю его опору. Делаю сбрасывание под себя дальнейшим контролем. Наиболее распространенные ошибки при выполнении отхвата. Первой ошибкой, самой распространенной, является неправильная тяга руками. То есть вы делаете не выведение из равновесия, а как при бросках вперед и остальных, некоторые сами подтягиваются к нему, тем самым выводя себя из равновесия, что чревато вам падением. Также ошибкой является неплотное подбивание тазом. То есть при выведении из равновесия у вас вся ваша боковая поверхность, весь ваш бок должен плотно прибегать к партнеру. То есть ошибкой является, если вы оставили таз сзади, у вас вот здесь осталась дырка, дистанция. Если вы вошли тазом, а плечи остались сзади, тоже является ошибкой, скорее всего вы уходите. Третья наиболее распространенная ошибка является недостаточно хорошей опорной. То есть при установке ноги вы должны сделать уверенный шаг. Если вы спрыгиваете на мысок, вы теряете равновесие и, соответственно, можете тоже упасть. Для подготовки отхвата можно использовать заведение партнера по кругу. То есть я делаю широкий шаг за него, стягуя рукой за себя. И когда партнер убирает вес с опорной ноги, с дальней после заведения, я делаю подшаги и выполняю бросок. Также для подготовки отхвата можно использовать ложную подсечку изнутри. То есть я делаю ложное движение ногой и, не теряя темпа, я должен сразу догнать его с поведением равновесия и выполнить отхват. Не теряя динамики, обязательно это стоит. То есть я делаю подсечку и сразу же гоняю его. Рассмотрим упражнение для отработки с резиной. Для отработки мы используем резиновые ждуки. Подвязываем их либо к поясу, либо делаем петли на плечи, чтобы резина ограничивала мое движение. То есть я ее должен вытягивать. И тем самым я делаю то же самое, те же самые выведения равновесия, только с отягощением резины. Нагрузку вы можете регулировать дистанцией. Если хотите сделать нагрузку больше, отходите дальше. Для работы я развиваю плотность входа и мощность, которая в перспективе поможет мне сделать бросок уже в реальных условиях, то есть в борьбе. С вами был Александр Лебезов. Подписывайтесь на канал Blood & Sweet. Учитесь бороться, отрабатывайте технику. Живите борьбой! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...